Считаете ли вы, что вот последние успехи, о которых заявлено, то, что уже идёт движение от Работино, ну, так бы его назвать, Работине, оно через два О, пишется, ну, давайте так, уже к РФАИПе не будем цепляться, я не про вас, а про зрителей, они часто нас поправляют, ты не туда ударение поставил, не тот склонение поставил и так далее, но в данном случае для нас важен смысл, содержание, а не форма. Значит, и в общем, даже Запад аккуратно, Пентагон в частности, комментирует, что что-то происходит, продвижение более успешное, более интенсивное, и это всё может свидетельствовать о успешности этого фазы контрнаступления, что, в общем, дорога на Токмак вполне себе уже реально обсуждаемая тема. И я вам хочу добавить, пропагандисты на разные лады, в программах этих Скамейкиных, Скамейкиных, всех остальных, они уже так, знаете, с дрожанием в голосе сообщают о выступе известном, и что, мол, это очень болезненно, и надо с этим что-то делать, вот так они говорят, что вот как бы угроза большая, там есть несколько военных из бывшего генштаба, которых они приглашают, в чём-то в своей профессии неглупые люди, вот, во всём остальном обычные пропагандисты, но, тем не менее, даже они указывают на опасность этой ситуации. Давайте об этом поговорим. Юрий. Да, давайте поговорим. Значит, обозначилось совершенно очевидно, на мой взгляд, обозначилось направление и цель нынешней фазы наступления или контрнаступления вооружённых сил Украины, это прежде всего Токмак. Дорога на Токмак начинается из-под Роботино, так мы договорились называть этот населённый пункт. Значит, и действительно, в общем, всё, что происходит, говорит о том, что в последние, ну, скажем так, в последнюю неделю войска вооружённых сил Украины серьёзно продвинулись. Вот, если посмотреть на эту карту, но потом мы посмотрим на более подробную карту. Да, сейчас её показывают на экране. Её сейчас показывают на экране. Да. Значит, там видно вот такой голубой выступ вниз, направленный на юг. Совершенно очевидно, что это выступ, направленный в сторону Токмака или Токмака с тем, чтобы, в общем, развивать наступление дальше. Вот это вот заштрихованное или залитое голубым цветом пространство на карте – это движение вооружённых сил Украины в последнюю неделю, в последние семь дней. И вот так Дип-стейт, значит, обозначает последние направления, последние успехи вооружённых сил Украины. Зелёное – это то, что было освобождено, деоккупировано там какое-то время назад, а вот последние семь дней – это движение, это залитое голубым цветом. Действительно, это уже серьёзное продвижение вперёд. Одновременно обозначилось наступление не только на юг, но и на юго-восток, в сторону населённого пункта Вербово или Вербовое. По-русски, по-видимому, это будет название Вербовое, значит, на оригинальном языке она будет Вербово или Вербово, не берусь судить как. Пусть меня уже простят люди, которые очень внимательно наблюдают за расстановкой ударений. Но, прошу простить, не всегда всё получается так, как должно быть произнесено. Значит, почему вот два таких направления Вербово обозначились? Ну, дело в том, что самое опасное в наступлении – это если наступающая группировка прорвётся достаточно далеко вперёд, ну, и по некоторому, более или менее узкому коридору, на такому рукаву. Дело в том, что в этом случае существует всегда опасность, и очень серьёзная опасность того, что ударами с флангов, сходящимися ударами с флангов, отрежут наступающую группировку от основных сил, и противник отрежет и постарается её уничтожить. Соответственно, когда речь идёт о наступлении, то задача номер один – это продвижение вперёд, а задача номер два – это оборона флангов. Это укрепление флангов, защита флангов. И вот поэтому наступление никогда не будет в данном случае на Токмак, не будет таким острым, узким коридором. Это будет довольно широкое наступление, достаточно широкой полосе. Но конкретные направления, конкретные действия очень сильно зависят от ситуации на поле боя, зависят от топографии, зависят от рельефа и так далее, и тому подобное. Зависят от того, где находится укрепление противника и так далее, и тому подобное. Детали эти, по стороннему взгляду, практически непонятны. Тут надо сказать совершенно честно. Они хорошо понятны и хорошо известны только офицерам и солдатам, непосредственно участвующим в боях на данных участках, на данном театре, на данном участке фронта. Но, в общем, общая картина, она так примерно понятна. Это движение на Вербова и движение на Токмак с обходом Новопрокоповки. Это еще один населенный пункт. Вот если мы посмотрим на карту более подробную, на карту номер 2, если можно будет ее показать, там просто будет видно вот стрелы. Вот сейчас мы покажем вторую карту, Юрий Евгеньевич. Да, вот она, эта карта. Значит, уже мы здесь видим. Это карта не Deep State, это карта, которая гуляет по интернету, по сети. И карта, построенная на основе геолокации, кстати говоря. Это достаточно объективная картина. И что мы здесь видим? Мы видим вот эти синие стрелочки. Это направление действий вооруженных сил Украины. А вот заштрихованные таким лиловым цветом между коричневым и таким светом. Немножко фиолетовым таким, немножко бледным. Это зона боев. Вот эта картина. На вчера, вот сутки назад, вот ситуация была примерно вот такой. Значит, бои идут в треугольники Работино, Вербова и Новопрокоповка. Вот эти три населенных пункта сегодня становятся постоянными объектами, постоянно употребляются, постоянно называются в военных сводках, в разговорах аналитиков, в статьях, в средствах массовой информации и так далее и тому подобное. Что теперь, как обстоят дела с прорывом линий обороны российских войск? Потому что сейчас достаточно широко распространилась такая версия. И версия, в общем, достаточно достоверная. На том, что первая линия обороны, это вот постоянно об этом говорят. И сейчас вооруженные ведут бои на второй линии обороны, второй линии обороны российских войск. Вот если мы посмотрим на карту, следующую карту. Вот эта карта, вот эта карта, да. Ну, здесь, она очень похожа. Это институт войны, это институт войны, правильно, Юрий Евгеньевич? Это институт исследования войн, да. Это наш такой любимый и многократно цитируемый всем институт изучения войн. Вот здесь показано, действительно, вооруженные силы Украины прошли через то, что можно назвать первой линией обороны. И вот это закрашенное голубым цветом, значит, движение, оно сейчас уже находится, ну, непосредственно в контакте с второй линией обороны. Но я просто хочу здесь внести определенную, как мне кажется, необходимую ясность. Что такое первая линия обороны, что такое вторая линия обороны, третья линия обороны и так далее. Просто, чтобы было понятно. Ну, тут первое, собственно, если говорить о структуре оборонительных вот этих сооружений, оборонительных линий, то первое, это хорошо известно всем, это широкое, шириной до 10, а то и до 20 километров в разных местах по-разному, это полоса минных полей. Это то, что российские войска устраивали и засевали минами на протяжении нескольких месяцев. Весной, ну, зимой, весной, вероятно, весной в основном все-таки этого года. Значит, вот строго говоря, вот если уж так придерживаться каких-то строгих критериев, то первая линия обороны, по сути дела, это и есть минные поля. Причем минные поля, засеянные как противопехотными минами, так и противотанковыми. Ну, противотанковая мина, это некоторая условность, это мина, которая рассчитана на поражение, на уничтожение или повреждение тяжелой бронированной техники. Она взрывается от того, что, ну, просто от тяжести, когда многотонная машина так или иначе на нее наезжает, ну, и тогда там есть разные механизмы взрывателей, но тем не менее она, значит, взрывается вот от очень серьезной тяжелой нагрузки. Ну, параллельно все это засеяно еще и противопехотными минами, которые взрываются, ну, иногда даже вот, ну, от того, что человек на нее наступит, грубо говоря. В общем, это, как правило, это небольшие очень по размеру мины, иногда их называют лепестками, есть такой термин. Они часто рассчитаны даже не на то, чтобы убить человека или разорвать его, значит, на части, а, значит, рассчитаны на нанесение тяжелого увечья. Ну, например, так чаще всего это отрывается нога, прошу прощения за такие детали, но война есть война, и тут, в общем, не до красивостей. Значит, надо понимать, что вооруженные силы Украины совершили, вообще говоря, подвиг, пройдя через вот эту полосу минных полей, понеся, естественно, потери, война без потерь вообще невозможна, но тем не менее, все-таки это невероятное, я бы сказал, и мужество, и мастерство тех людей, которые, тех солдат, офицеров, которые проделывали проходы в минных полях, ну, рискуя жизнью, часто, глубокому нашему сожалению, жизнь теряя. Или получает тяжелое ранение, что, в общем, тоже это одна из целей вообще при постановке противопехотных мин, значит, вызвать тяжелое ранение, тяжелого увечья с тем, чтобы нанести еще и психологический удар по наступающим войскам. Дальше. Дальше идет линия так называемых опорников или опорных пунктов обороны. Они бывают разного, ну, не то, что бывают, они просто разного масштаба. Это взводные, ротные, могут быть и более крупные оборонные вот эти вот пункты, опорные пункты обороны, которые часто соединяются, чаще всего соединяются там какими-то окопами, траншеями и так далее. Перед ними могут быть, а могут и не быть вот эти линии зубов дракона. В общем, это то, что, но это необязательно. Ну, в общем, это вот так устроена обычно первая линия обороны. А вот самая сложная, самая тяжелая линия обороны, как правило, ну, по крайней мере, по учебникам. Я говорю, очень трудно говорить о том, что там находится, вот на этих, значит, в Запорожской области, там могут быть совершенно другие какие-то принципы, заложенные в строительство этих фортификационных сооружений, но обычно все-таки логика, которая написана в учебниках, выглядит следующим образом. Значит, первая линия обороны, она рассчитана на то, что наступающие войска ее пройдут, но при этом понесут тяжелые потери. Их наступательный порыв будет, импульс, вот это вот движение такой, напор наступательный будет снижен. И затем они наталкиваются на уже основную линию обороны. Это и противотанковые рвы, и траншеи, и долговременные огневые точки. В общем, да, там, естественно, между первой и второй линией обороны часто, я думаю, что в данном случае тоже так делается, или так устроено, значит, расположены минные поля, но уже не такие плотные, не такие густые, как вот эта полоса минных заграждений, которая идет перед первой линией обороны. Дело в том, что между этими двумя линиями обороны двигаются, передвигаются, собственно, и российские войска, они должны передвигаться, значит, там должны быть проходы, там должны быть, все это должно быть уже не хаотическим образом разбросано, чем больше, тем лучше, ну, разбросано, значит, установлены мины в определенном порядке, должны быть планы этих минных полей, ну, для того, чтобы, собственно, не подорвались, не подорвались те войска той стороны, в данном случае российской, которая эту оборону строит. Вот, ну, примерно то же самое, в общем, можно увидеть в фильмах или прочитать в книгах о Первой мировой войне, это вот окопы, проволочные заграждения, вот эти бетонные пирамидки, которые называются зубами дракона, но они, кстати, абсолютно бесполезны, это просто, как я понимаю, распил бюджета был, такой совершенно, совершенно лихой такой и беззастенчивый распил бюджета, потому что никакой серьезных препятствий для продвижения современных тяжелых танков, ну, вообще танковой техники она, эти пирамидки, конечно, не создают, ну, так, просто для красоты, вот, зубы дракона, это все в средствах массовой информации, в телевидении, все это, конечно, очень выглядит так солидно и зловеще, на самом деле, это не самое главное. Самое главное, это, в общем, вот эти вот забетонированные блиндажи, забетонированные долговременные огневые точки, и вот эта вторая линия обороны, ее и сейчас прогрызают, в буквальном смысле этого слова, прогрызают вооруженные силы Украины. Там идут тяжелые бои, вот если эту линию обороны, если она будет преодолена, прорвана, я думаю, что для этого вооруженное, значит, командование вооруженных сил Украины действительно бросило туда или бросает основные резервы, которые были собраны для того, чтобы провести вот это наступление или контрнаступление. Конечно, никакой конкретной информации в общем нет, нет, не, естественно, в источниках в Украине, там, понятно, это все, любые сведения, такие конкретные сведения с линией фронта, с линией боев, это глубоко, это секретные сведения, и они действительно должны быть секретными, иначе облегчается работа российской военной разведки, чего в общем делать никто не собирается. Но так можно предположить, и это предположение, что в общем основные резервы уже введены в действие, и вот будем смотреть, как они будут прорывать эту вторую линию обороны. Ну и наконец, третья линия обороны, чаще всего это уже линия обеспечения, там находятся командные пункты, там находятся склады, Сейчас мы третью карту показываем. Это следующая карта, это пока не надо, это карта совсем... Пока не надо? Пока не надо. Понятно. Это вот мы сейчас к ней подойдем, когда мы будем... Да, хорошо. ...какова, почему нужно наступать на ТАКМАК, в чем важность этого наступления. Да, да. Так вот, третья линия обороны, она, конечно, уже менее защищена, и, в общем, это вспомогательная, хотя и очень важная, но все-таки это линия вспомогательная. Вот. Я должен сказать сразу, что, по-моему, командующий направлением вооруженных сил Украины, которые действуют на этом участке фронта, он высказал несколько иную точку зрения, и вполне возможно, я думаю, что тут есть все основания у него так было говорить, но он сказал, что основные ресурсы все-таки русские потратили на сооружение первой линии обороны, на 60%, как было сказано, выделено на первую линию обороны, а на вторую и третью по 20%. Ну, все может быть. Я просто рассказал о том, как такие оборонительные линии, фортификационные линии, как они в учебниках описаны. А вот что происходит на фронте, конечно, виднее людям, которые там воюют. Ну и, наконец, вот тут мы подходим к этому Токмаку, к этому городу, и вот если посмотреть, тут не видно, но, в общем, не видно, на многих картах это видно, значит, Токмак окружен, находится в кольце оборонительных, оборонных сооружений. Вот это кольцо видно. Но эту карту, в общем, по-моему, очень часто показывают, тут нет особой необходимости ее комментировать. Важно, что вот это кольцо свидетельствует о том, что этому населенному пункту, этому стратегическому пункту придается особое значение. И вот почему. И вот тут нужно как раз посмотреть на карту, которую вот только что показывали. Вот эта карта. Что на этой карте находится, и почему изображено, и почему Токмак так важен для будущих операций на Запорожском фронте. Белые вот эти пунктирные линии, это основные, показаны основные железнодорожные магистрали, по которым снабжаются российские войска. Вот желтая линия, которая идет внизу, вдоль побережья Азовского моря, от Мариуполя, это автомобильная дорога. Которая расширена, которая за последние месяцы русские войска привели ее в более такой работоспособный вид, увеличили пропускную способность. Но это автомобильная дорога. Основная логистика идет по железнодорожным линиям. И, наконец, вот тут я обращаю внимание, хочу обратить внимание на то, что между Волновахой, это населенный, ну, такой железнодорожный узел, находящийся в северо-восточном углу этой карты, вот такая зеленая линия, это, скорее всего, это восстановленная железнодорожная линия Волноваха-Донецк. Почему я, во-первых, ну, есть все основания считать, что она восстановлена. Дело в том, что после 2014 года, когда часть Донецкой области была оккупирована российскими, Россией, российскими войсками, естественно, движение по железнодорожной линии между Донецком и Волновахой, а Волноваха находилась на территории Украины, подконтрольной властям, законным властям Украины, естественно, железнодорожное сообщение было прервано. Но, вполне естественно, это железнодорожное сообщение после того, как в марте прошлого года вот то, что территория, закрашенная коричневым, была оккупирована русскими войсками, значит, железнодорожное движение было восстановлено. И я думаю, ну, собственно, есть основания так считать, потому что есть информация, скажем, о том, что железнодорожные составы из Волновахи появлялись в Беларуси. Было несколько сообщений, просто вот, ну, таких конкретных сообщений, о которых никаких особых там аналитических выводов авторы этих сообщений не делали, но просто говорили, вот там на определенную станцию в Беларуси прибыл эшелон из Волновахи. Ну, это оппозиционные, оппозиционные каналы, телеграм-каналы белорусские. Ну, если оттуда прибыл эшелон, значит, движение восстановлено. Оно, конечно, может идти и по другим каким-то маршрутам через Крым, но я думаю, что восстановить, собственно, вот эту железнодорожную ветку, там расстояние небольшое, собственно, был полный резон для российских властей, потому что очень удобно снабжать группировку именно из Донецкой области. Из Донецка и через Донецк, вот через Волноваху вести снабжение. Так вот, что получается. Такмак – это один из железнодорожных узлов, он находится, это самый западный из показанных на этой карте железнодорожных узлов. И вот если он будет взят вооруженными силами Украины, или если даже он сам по себе этот город не будет взят, но железнодорожный узел будет под постоянным артиллерийским обстрелом, вот тогда вся вот эта железнодорожная система, вся система снабжения, логистическая система снабжения российских войск к западу от Токмака, она, естественно, будет сильно-сильно повреждена. Останется, грубо говоря, останется либо вот этот вот автомобильный путь вдоль побережья Азовского моря, но на автомобильных форах много не увезешь. Конечно, можно погрузить на такую здоровую платформу танк, или там боевую машину пехоты, или бронетранспортеры, и тащить его при помощи мощных тягачей, или там мощных каких-то, ну да, тягачей, в общем, по автомобильной дороге, но обычно все-таки мы просто это видно по очень многим видео, которые масса, которых есть в сети, как на железнодорожных эшелонах перевозят там танки, артиллерию, боевые машины, пехоты, вообще все, что угодно. А вот на автомобильных таких трейлерах перевозят гораздо меньше. И это действительно очень важно. так вот, возвращаемся к Маку. Если его, если он будет взят, или, повторяю, железнодорожный узел будет поражен, значит, для снабжения русских войск к западу от этого населенного пункта останется только один путь, это Керченский мост, это железнодорожная линия на Керч-Джанкой, из Джанкоя на Мелитополь или на Херсон, там может расходиться эта железная дорога, но там есть Керченский мост, а Керченский мост, мы знаем, он находится постоянно под ударами либо морских беспилотников, либо ракет, и это очень-очень уязвимый элемент вообще всей логистической системы российской армии на юге Украины. Вот поэтому стратегическое значение наступления на Докмак, я его в общем преуменьшить, просто его невозможно, и невозможно, и не нужно, потому что если в ходе нынешней фазы наступления вооруженных сил Украины будет взят, значит следующая фаза наступления она будет значительно просто на порядок более легкой и более продуктивной для Украины, вот тут можно говорить совершенно уверенно. Есть ли шансы на то, что Докман будет взят? В общем, на мой взгляд, есть. Но вот взят или его обойдут, то есть окружат и пойдут дальше, и он останется как бы позади? Так важно не то, что он останется позади, Марк Захарович, важно то, что через него не будет проходить железо, 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 железо дорого. ну я это и говорю. Стоит ли тратить жизни солдат, брать его, если он просто останется вот по, в окружении там, укрепрайонам, ну и что они будут делать там? Вот если его... А они что не будут делать? Они будут тихо помирать от голода, как я понимаю. и от недостатка боеприпасов, потому что если город будет окружен, ну значит есть перерезанная линия снабжения. Вот перерезанная линия снабжения, и тогда вся вот эта разветвленная линия оборонительных фортификаций, вот этих блиндажей, бетонированных дотов и так далее, дзотов, она окажется, которая находится к западу от этого города, она окажется просто бессмысленной. И тогда уже целью наступления будущего года, уже второй фазы наступления, вполне может быть Мелитополь, вполне может быть выход на побережье Азовского моря, о чем много говорили этой весной. Так что вот на мой взгляд картина выглядит примерно следующей. Вот именно такая, которую я попытался описать. Но это только один участок фронта, это только одно направление вооруженной борьбы. «Музыка» «Музыка» «Музыка»» «Музыка» «Музыка» «Музыка»» «Музыка» «Музыка» «Музыка»